В воротах объятий. Оборона. Шамот, Костакурт планом. Вот в таких условиях начинается эта игра. Разумеется, нет недостатков прогноза. Две. После счета некоторого дополнительного отбора. Милан пока четвертый. В общем, об этом позже. Зидан подает мяч в штрафную. Высокая подача на дальний. Было положение вратаря и точка, в которой нападающий головой встречал мяч. Вот Ковачевич забил третий гол, ударив по дуге в дальний угол. Справа уже Шевченко был в относительной свободе. Если бы точный выверенный пас, он пытался сразу сходу ударить. Хельвих не получилось. И Зидан получает мяч в ноги. Немножечко случайно, но и оборонительнее. Но, разумеется, игры Милана он не ведет. Пас, а потом мяч задел ногу защитника. Положение в ней игры было бы. Но здесь явно нельзя утверждать супругу. Видимо, подача была окручена. И мяч неожиданно клюнул вниз. Деашентис сопровождает атаку Ювентуса, но никак не может в нее вмешаться. Вот снова Деашентис. И опять он не... Многие из вас помнят, как гол Зидан находился около штанги. И неожиданно мяч после резкого перевода в одно касание последовало. Валерий впал в штангу, к Зидану и в ворот. Из такого противопоставления, из такого вот сопоставления двух расстановок еще, в общем-то, ровным счетом ничего не следует. Это... Зидан. Такова жизнь. Зидан. Здорово. Простой, надежный пас на пять метров. Отличный опять на Зидана. И... Зидан отпасовал объятия, как заправский защитник. Похоже, что не получилось у Зидана. И получился у Зидана какой-то коварный замысел. Смотрите. А что он хотел сделать? Наверное, я передумал в последний момент. Игре Милана, впрочем, конечно, если это не является частью какого-то замысла. Зидан решил. Ну, решил и решил. Следующий Милан сегодня не составляет тандема. Мобилами взаимодействие двух поводов. Так Зидан зачерпнул мяч. Дальше, если он не... Еженедельник футбола в свое время публиковал. Правда, к сожалению, не вставить эти диаграммы были достаточно понятны. Боролся Хосе Мари. Неудачный Зидан. Боже мой. Какая циган. Был срыв атаки. Вот этот момент, видите. Так нежно. Болельщик анализирует довольно простую ситуацию. Честно говоря, даже непонятно. Но Зидан умудрился так лететь, что сыграет это Зидан. А Милану пора выиграть. Четыре последних матчей, ни одной победы. В пяти воротах двенадцатый номер. Защитники третьей Мальдини, пятой Костокурта, девятнадцатый Шамот. Полузвек, четвертый Альбертини, пятнадцатый Деошентис, двадцать первый Джунти. И нападающие сорок первые Хосе Мари и седьмой. Хосе Мари не поддержал. Далековато стоял, далековато стоял от Шевченко. Было понятно, что в этой ситуации... Давид, Зидан. Подача. Это... Забитые головы, это особый показатель. Забывать в каждой сезоне подряд на уровне лучшего ломбардира серии А фактически невозможно. Безусловно, в такой высокий вес не достал. Зидан. Опасно, очень опасно. Зидан играет на Инзаги. Инзаги на Зидана. Что сейчас? А Зидан-то был уже без скорости. Обратно меч направляется. Зидан, Инзаги можно бить и... Делать угол очень острым. А, смотри, что сделал Зидан. Инзаги принял мяч на бедро и сразу же пробил. Да, но другого выхода у него нет. Не игроки, не хватает плеймейкеров, не хватает игроков с фантазией. И Гаттуза, в общем, тоже игрок. Не без фантазии. Зидану, но не игре. Да, ему больно. Да, он, поля... Часто проигрывает единоборство Ювентус. Так, ну а вот это может быть потерей. Да, ну это игровое столкновение, хотя понятно, что случилось. Подача в район 11-метровый. И Зидан бьет, кстати говоря, ногой, которая была повреждена. Зидан. Пас на Инзаги. Убегает по центру... Сейчас посмотрим, как это сверху выглядело. Ну не совсем, конечно. Ювентус попробует отыграться. Что же он может попробовать сделать? Он Ювентус. Что может попробовать сделать? Он Зидан. Воспрянул. Не воспрял. О роли футболистов-звезд в передовой тактической сезонной игра. Ну а Рома пусть еще выиграет у Лацио. И это упростит борьбу за места в Лиге Чемпионов. И это упростит борьбу за место в Лиге Чемпионов.